Друзья всем привет с вами Яков и сегодня мы с вами разберемся с монахом который будет играть с помощью сета мантраины и к сожалению наносить урон с помощью умения стремительность урагана почему к сожалению потому что у монаха очень популярно это умение что за бесцетовую сборку что за эталон справедливости что за наряд короля обезьян а теперь и мантраины и если вы хотите бороться за верхушку ладерной таблицы среди иноподобных сетов то с помощью данного варианта у вас это получится сделать так как этот вариант лучший если вам интересно то давайте будем с нашим монахом разбираться но для начала давайте поговорим о спутнике в качестве спутника я использую чаровницу что касается умений что касается предметов то все это вы сейчас видите перед своими глазами более подробно на предметах я сейчас останавливаться не буду я их разбирал в отдельном видео ссылку на этот ролик я помещу в описании под данным так что можете перейти и посмотреть билды и экипировку на спутников что нефоемских порталов что для великих порталов безусловно на всех что на негодяя что начало внизу что на хромовника у своего же спутника я делаю акцент на увеличение стихийного урона но теперь давайте плавно перейдем к нашему монаху первое что мы используем это сет мантра иный ну и с это мы берем 5 предметов это головной убор броня пояс штаны а также ботинки и благодаря как r у нас будут запускаться все бонусы от данного сета первый бонус будет усиливать эффект от наших союзников а также базовый эффект наши выбранные мантры благодаря второму бонусу мы будем находиться под базовыми эффектами всех наших мантр а вот уже с помощью третьего бонуса мы будем увеличивать наш урон абсолютно любой урон за каждого активного союзника в сборке мы используем о плечах поддержания для того чтобы когда мы будем поддерживать умение стремительность урагана мы больше урона наносили и меньше урона получали на руки мы надеваем перчатки каменной рукавицы для того чтобы мы могли получать больше парни когда по нам попадают но при этом мы будем себя еще и замедлять как скорость перемещения так и скорость атаки и вот чтобы с этим добавим бороться мы будем использовать некоторые умения как допустим тоже прозрение и покой далее нам пригодится амулет ожерелье попрыгушки и с помощью него мы будем повышать наш урон но если вдруг нас пробьют то 1 атака от противника нанесет нам на 50 процентов больше урона в качестве первого оружия мы используем меч лазурная ярость для того чтобы повысить наш урон от холода в качестве одного из колец мы используем зодиака для того чтобы мы быстрее откатывали абсолютно все наши умения когда противников будем атаковать умением стремительность урагана в качестве второго оружия мы используем банким лау для того чтобы повышать урон от умения стремительность урагана на втором пальце у нас находится собрание стихий для того чтобы мы раз за фазу кольца подняли свой урон от холода на запястьях у нас находится реликвия кесаря и благодаря этим наручам мы будем наносить больше урона от умения стремительность урагана по тем противникам которых мы ослепим теперь давайте разберемся с кубом рубрика бижутерия и там у нас ккр то есть кольцо королевской роскоши для того чтобы запускать все нужные бонусы от наших неполных сетов рубрика броня и там у нас очень простые сапоги это нам надо для того чтобы удваивать количество наших союзников а это и увеличение урона а также эффективное восполнение как нашего здоровья так и нашего духа в рубрике оружие у нас находится равновесие и с помощью этого дайбо мы будем повышать урон от умения стремительность урагана а также когда мы будем атаковать одиночные цели то наш шанс крита будет стопроцентный и самоцветов мы используем проклятие плененных проклятие пораженных ну а также тхигиг теперь давайте разберемся что мы будем ролить наш приметах и так основной наш урон мы наносим с помощью менее стремительность урагана поэтому повысить урон от этого умения мы можем в двух приметах это в нашем головном уборе а также ботинках стремительность урагана наносит урон от холода поэтому повысить этот стихийный урон мы можем в двух приметах это в наших наручах а также амулете совсем не лишним в этой сборке будет параметр уменьшения времени восстановления умений потому что что чем выше он будет, тем быстрее вы будете откатывать ваши абсолютно все скиллы. Еще параметр, который будет совсем-совсем не лишним, это безусловно урон по области. Так как этот монах постоянно находится в толпе, при этом атакуя он как можно ближе противников к себе подтягивает, то этот параметр будет очень эффективно помогать вам с распространением урона. Так что если есть возможность, поднимайте этот параметр хотя бы выше 100%, будет совсем-совсем не лишним. Ну и в целом это все, что касается нашей экипировки, а теперь давайте разберемся с билдом. Для начала пассивные навыки. Перехват инициативы будет помогать нам с повышением скорости атаки. Бежал из натиск будет повышать наш урон, светощитары будет позволять нам быстрее откатывать умения, ну а гармония будет помогать нам с повышением защиты. Теперь давайте разберемся с нашими активными скиллами. Неплохо нам пригодятся два умения, это прозрение с руной песчаный вуаль, а также покой и руна вознесения. Под прозрение мы будем меньше урона получать, а покой будет даровать нам попросту бессмертие. Кроме того, что одно умение, что второе умение будет избавлять нас от дебафа от каменных рукавиц. Следовательно, хотя бы одно из этих умений должно работать постоянно. Конечно же, речь идет о умении прозрения. Далее мантра спасения и ловкость. Этот скилл будет даровать нам дополнительную защиту. Таинственный союзник и воздушный союзник. Хоть все союзники будут у нас призваны автоматически, то есть нам по сути для того, чтобы их призвать, не надо выводить на панель скиллов, я вывел это умение чисто для того, чтобы запускать эффекты от этих союзников, дабы себе восполнять дух, а также восполнять здоровье. Что нам очень пригодится в этом геймплее. Далее слепляющая вспышка и вера в свет. С помощью этого скилла мы будем ослеплять противников, тем самым их контролируя, то есть они нас по сути атаковать не будут, а также бафать свой урон. Ну а наш урон основной мы будем наносить с помощью умения стремительность урагана и руна шквал. И это все, что касается нашего билда. А теперь давайте разберемся с геймплеем. По геймплею, дорогие друзья. Как только видим противников, не забывайте прожимать умения прозрения. Прожали этот скилл и начинайте его прожимать повторно уже по откату. Так как у вас неплохой показатель отката умений, так как мы используем кольцо зодиака, то с откатом прозрения никаких проблем не будет. Так что скилл откатился, прожимайте вновь. Также во время замесов, ну и по откату, прожимайте еще и покой. Потому что покой будет даровать вам и дополнительную защиту. Кроме того, довольно-таки быстро будет откатываться умение тейнстный союзник. Так что если у вас будут встречаться проблемы с духом, а они в принципе будут, или же вас будут пробивать, то есть у вас будет уходить здоровье, то таинственных союзников прожимайте. Потому что этот скилл вам что дух, что здоровье единовременно восполнит. Ну а наносим мы урон следующим образом. То есть безусловно постоянно раскручиваем умение стремиться с урагана. Крутим, 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 поддерживаем этот скилл. И обращаем наше внимание на кольцо собрания стихий. Как только на кольце собрания стихий появляется стихия холода, мы находясь в толпе противников прожимаем наше умение ослепляющая вспышка и прекращаем поддерживать стремительность урагана. Под ледяной баф раздастся взрыв, и он будет доносить наш основной урон. Группа разлетелась, побежали дальше. Если кого-то не добили, повторяем ту же процедуру. Итак, от группы до группы, от группы до босса. Такой вот геймплей. Что вы о нем думаете, пишите в комментариях под видео. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.